добрый день вас приветствует интернет мазин 740 сегодня на примере вот этих двух стабилизаторов мы рассмотрим как подключать стабилизатор напряжения либо в квартире либо в частном доме вот я тут подготовил небольшой стендик то есть квартире как обычно есть щит щиточек да там в нем есть в одной автомат и какие-то автоматы допустим на свет и на резинке вот и как же вот вот этот либо вот этот стабилизатор подключить к этому щиточку и так на примере вот этого щиточка ну это стандартный щиточек в любой квартире или там частном домик там где немного групп у вас у вас будет вот такая картина то есть давайте посмотрим что у нас внутри как бы сторону позже у нас есть в одной автомат и там два автомата или там 34 ну их разное количество может быть вот это уже группы там допустим свет и резервки вот у нас вот есть в одной автомат и у нас есть вот два стабилизатор один из как один из стабилизаторов как нам подключить то есть что нам надо нам надо во первых кабель соответствующее сечение под конкретный стабилизатор то есть такая мощность такой кабель вы выбираете то есть по сечению выбираете вот вам нужно для подключения кабеля 4 жильный либо 5 жильный то есть если вам вольток подключить можно принципе и четырех жильным там у нас нулевой провод как бы можно один использовать ну возьмем 4 жильный кабель то есть у нас будет два вот кабеля для нашего эксперимента вот то есть что с чего нужно начинать смотрите вам еще конечно понадобится индикаторная трубка хотя бы чтобы определить и что у нас точно здесь фаза то есть берем индикатор на твердку видите светится значит есть фаза здесь у нас не светится то есть как нам вообще вклинится вот эту схема то есть у нас вот вы видите вот этот красный провод это у нас после в одного автомата идет перемешка наверх то есть у нас распределяется на два автомата то есть мы берем вот эту перемычку выбрасываем и вместо этой перемычки подключаем наш стабилизатор то есть сейчас мы это сделаем то есть мы отключаем в одной автомат то есть фаза у нас сверху остается снизу у нас ничего нету проверили убедились что все хорошо снизу нету фазы то есть берем потом откручиваем здесь и здесь все мы убираем вот эту переночку то есть убрали аккуратно то все у нас уже как бы нету и потом нам нужно на стабилизатор подать фазу и 0 то есть берем кабель заводим в наши у нас тут все так дивана то есть у нас есть два конца один фаза 2 будет 0 это мы будем сейчас подавать фазу на стабилизатор то есть берем нулевой провод он у нас обычно синий идет и подключаем на нашу нулевую колодочку у нас уже подключена и теперь нам надо подать фазу на наш стабилизатор то есть берем с нашего в 1 автомата подключаем провод и подаем на стабилизатор то есть все у нас есть фаза у нас есть 0 у нас есть кабель теперь мы должны вот этот кабель подключить стабилизатор и так мы видим вот у нас стабилизатор у него есть сзади клеммная колодочка здесь у нас написано вход и выход вход это вот наш провод который мы подключили к щиточку у нас есть фаза у нас есть 0 здесь также написано фаза 0 то есть берем подключаем фазу затянули включаем все это мы подали питание на стабилизатора теперь нам надо питание вернуть обратно на ну на всю нашу квартиру либо дом то есть нам надо еще взять один кабель 2 у нас точно также есть фазой 0 берем нулевой провод и фазный подключаем тут тоже написано фаза 0 то есть у нас крайне это фазные провода а в середине нулевые так и еще там говорил что можно использовать либо пяти жильный либо трех жильный 4 жильный провод смотрите у нас тут вот два нуля есть не обязательно использовать два провода можно использовать только один провод ну как бы сэкономить на проводе самым все равно нужно только одна жила с этой стороны вот так от стоит перемычка между ними так что это одно и то же ну и сейчас переместимся обратно в щиточек подключим провод уже непосредственно к нашему щи . и так вот мы видим завели наш провод выходящий после стабилизатора в щиточек опять таки нулевой провод фазный провод то есть нулевой провод как всегда подключаем на нулевую шину как я не говорил можно использовать только один провод не обязательно нулевую и вот наш фазный провод нам нужно его завести вот на вот эти два автомата сверху то есть вот эта перемычка который мы убрали то есть она была снизу подключена и вот на этот автомат то есть нам туда же надо завести наш провод все делаю под напряжением потому что кровь там уже красиво уложить надо будет тоже мелочи итак мы уже подключили наш стабилизатор то есть все очень просто и так включаем наш автомат включаем стабилизатор видим что он работает нажимаем кнопочку чтобы долго не ждать то есть он загружается все у нас запустился стабилизатор видим что у нас 215 и проверяем что у нас лампочка работает то есть она уже после стабилизации то есть вот это стабилизатор уже подключены если посмотреть на укртехнологию более внимательно то есть у него снизу тоже есть крема подключения но здесь у нас находится три клиента здесь четыре здесь три это что я говорил что тут получается нулевая шина она одна только находится то есть вам нужно только 4 жильный кабель то есть сюда у нас фаза входящая 0 и фаза выходящая ну и сюда заземление подключаете то есть все просто то есть бывают в которых четыре клеммы бывают которых три клиента то есть подключается они все одинаково на этом наше подключение закончено там остается только все закрыть аккуратно уложить но стабилизатор подключена но это что повторяю это стандартное подключение потому что бывают еще разные нюансы у людей бывают там диф автоматы стоят и там уже как бы чуть-чуть по другому подключение там это надо учитывать диф автоматы надо аккуратнее подключать все сегодня мы рассмотрели подключение стабилизаторов данных моделей на примере вот укртехнологии и вольток мы являемся официальными дилерами компании укртехнология также представители компании вольток если будут какие-то вопросы можете выбирать нас подписывайтесь на наш канал оставляйте лайки смотрите видео большое спасибо за внимание